Привет-привет, друзья! С вами Максим, продолжаю проходить Sonic Adventure 1, так как это должно быть на Sega Dreamcast. Буду играть за Тейлза, в предыдущий раз его открыли, а побегал по мировой карте за Соника, что-то я там ничего не нашел, не увидел. Давай-ка за Тейлза рубану. Опять же, это будет мой первый раз, поэтому я как умный человек почитаю инструкции. А ведь кто не читает инструкции? Правильно, тупые люди. Посмотрим внимательно, куда нужно нажимать, чтобы действовать. Так, X, B атакует, A прыгает, прыгает, плюс прыгает, дабл прыгает. Великолепно! Это всё, что нам нужно знать. Может подбирать, может бросать, может трясти. Окей. Погнали, погнали! Вперёд! Я прочитал инструкции, они были невероятно сложны для восприятия и усвоения, но я воспользовался своим мозгом, многофункциональным для того, чтобы сообразить, что A это прыжок, а X атака. Иногда можно взаимодействовать с предметами, куда же мы летим на нашем экспериментальном самолёте. Искать изумруды. Отлично всё работает. Двигаемся на полной скорости. Все системы работоспособные, но клац, бац, страх. О нет, ну что такое? Вообще происходит? Мид мой, двигатель трясёт. Нет, это не просто пуглентность. Это атака прямо в мозг. Бабах! Видимо, это... Сос! Сос! Снижаемся, да не просто снижаемся, а очень жёстко сейчас упадём. Тут у нас сюжет синхронизирован с тем, что была изначально от Соника. Ну вот мы и упали, но прежде чем встретить нашего ежа, какие же события там были, сейчас и узнаем. Ну? Давай, и покажи мне! Что же там такого? За Тейлза у нас какие будут платформерные, боевые... Ой, нет, вроде бы... Ух ты, он без своего робота. Сразу вместе с Соником будем гонять. Ну хорошо, он уже нас типа... Ну, пришёл к нам на выручку, спас своей анимацией. А-а-а-а! Потряс! Возбудил нашего Тейлза, и они в любовь до порыве отправились... Куда они там отправились? Какие цели они преследуют? Где наш сюжет-то сейчас двигается? Они всё ещё на острове с сексуальными чекулями Соника. Повезло, что я заметил, как ты падаешь. Тейлз? Что у тебя там не так произошло с самолётом? Почему ты разбился? Я тестировал новый прототип. Видимо, на Изумруде летел на СИИ Изумруда. Моя машина, Торнадо, если ты хочешь. Спасибо, Соник. Спасибо, Соник, но твой самолёт я брать не буду. Посмотри на источник. Моей мощи ты удивишься. Вот он, красавчик. Это же Изумруд Хаоса. Да не может быть. Он, значит, нашёл один из СИИ Изумруда. Бесконечная эстетическая сила от него распространяется. Она и питала самолёт. До какого-то момента. Сядем на поезд, погоним в мой воркстейшн. Я покажу тебе, как всё устроено у меня. О, погоди-ка. А где, куда же Соник делся? То есть мне сейчас опять на ту же самую карту мира. Ух, как здорово он летает. Офигенно. Офигенно. Офигенно он летает прямо вверх. Просто идеально. Господи, он хвостом крутит и летает. Соответственно, здесь некую штуку я смогу теперь взять. Или не смогу. А её там нет вообще. Её там вообще нет. Это апгрейд, который должен быть именно с Соником взят. Вот это подстава. Там нет апгрейда сейчас. Мне нужен другой апгрейд за Соника. Блин, 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 блин. Именно с способностями Соника я должен туда проникнуть и взять ништячок. Но, к сожалению, это будет не сейчас. Увы, нужно сесть на поезд, отправиться в воркшоп там, где и прошла битва с Эггманом. Ты посмотри, как он летает высоко. Боже, он так прекрасен. Тейлз великолепен. Почему во второй игре его сделали боевым персом? Не понимаю. Так, нет, 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 нет. Мне сюда, наверное, не нужно. Или нужно... Почему в Соник Адвенчуре... Так, погоди. Я знаю, что... Я знаю, что можно сделать. Я вот здесь в прошлый раз был за Соника. И тут какой-то проем, в который я могу влететь. Вот. Вот так я могу в него влететь. Наверное. Полагаю, что могу, если стану нужным образом. А полет мой не бесконечно высок. Да, блин. Ты смотри, какая тема. Полет, значит, мой не бесконечно высок. Но в какое-то мгновение я прекращаю свое безумное действие. И беру... Что же я тут беру? Ботиночки улучшены. Будем лететь быстрее. Отлично. То есть я только начал игру за Тейла. И вот-вот уже у меня апгрейд. Первый апгрейд. Ну это же просто замечательно. Класс. Ну вот. Я решил, знаете, никакие обучающие видосы. Ну, по крайней мере, сначала не смотреть. Не париться абсолютно по поводу этого. Двигаться так, как оно пойдет далее. Какой же он быстрый и прекрасный. Так. А где станция-то? Где же станция, чтобы туда отправиться? Купить билет на поезд? А, я его в прошлый раз искал. Вот же она. Да вот же она. Садимся, идем на воркстейдж. Я прямо себя ощущаю. На самом деле, гораздо круче. Эй, маленькая девочка. Может потусим? Хочешь, я дам тебе маленький совет? Хочешь, я дам тебе маленькую шоколадку? Ой, спасибо. Она рассказывает мне, как летать. Может быть, кого-то постарше? Более зрелую используем? Не, она вообще совсем ничего не сечет. Ладно, погнали на поезд сядем. Хотя я и так могу долететь на своем хвосте. Я так понимаю, вообще куда угодно. Ну, прям возбудил. Ну, прям Тейлз меня таки возбудил. Наличием своего хвоста шаловливого, который крутится, крутится у Соника. Возбуждение мутится, видимо, с каждым полетом Тейлза в зоне видимости. Ага, сюда мы прилетели. Ну, битвы с боссом, я ж так понимаю, не... Блин, как это здорово, а? Как же это... Ой, это же фейк. Это же фейковая зона, я не могу туда пробраться. Смотри-ка, поезд появился, понятное дело. Ну, зачем фейковую зону было создавать? Да, лететь я могу не бесконечно. Неужели будет бой с боссом? Да быть того не может. Ну, 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 если это не Соник, то будет... Вот тоже бой с боссом? Эггмен, Эггмен, тишина. Так, подожди, я, наверное, мог их перепройти. Первый уровень, наверное, тоже мог перепройти. Я чё-то не подумал об этом. Что первый уровень можно перепройти за Тейлза. То есть он же наверняка гораздо быстрее справится с этой задачей. Давай сюда, изумруд хаоса, ублюдок. Иначе, иначе что, а? Иначе поступим жестко. Например, свалим отсюда. Ну, всё-таки битва будет происходить, я так понимаю. Но только сейчас нужно рубить за Тейлза. Да без проблем. Какие вопросы? Я только атаки не изучил, блин. А как мы атаковать-то будем? Соник понятно, что делает. А что делает Тейлз? Ещё ни разу Икс не нажимал, не показывал, как я там, ручонкой или ножкой бью, в какую сторону машу. Эггэ, хорнет. Ага. Ага, хвостиком луплю. Ясненько, понятненько. Хвостиком я... Ну как же я бегаю возбуждающе, а? Только посмотри, посмотри на мою анимацию идеальную. Ой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему-то сейчас был баг. На самом деле сейчас был баг. Я как бы вперёд пытался идти, а вместо этого фактически не было анимации. Ещё я в воздухе не могу бить. То есть я должен приблизиться максимально и тогда хвостиком наваливать. То есть в воздухе нет у меня возможности рубить. Это как-то прямо обидно. Но зато я могу... Ну-ка, а на лицо тоже не сесть ему, да? Вот это жалко, что на лицо, короче, нельзя сесть Эггману. Все системы, полный силу! О-о-о-о! Ну, нет, второй раз ударить не получится. Так, на самом деле, битва идёт как-то нелепо и стрёмно. Я не могу сесть на лицо Эггману и обязательно только... Нужно я полысь, мне его атаковать, а иначе ничего не выходит. Вот, смотри, короче. Оп, получилось. И ещё разочек. Ты не сможешь уйти от меня, говорит Эггман. Да я, собственно, не стараюсь. Мне, наоборот, хочется запустить свой волосатый хвост себе прямо в рот для того, чтобы ты умер и задохнулся от количества неприятной шерсти у себя в слизистой. Замочили Эггмана. Один раз с Соником, один раз с Телзом. Но, походу, первую миссию тоже это пере... Хотя неизвестно, кто быстрее, Телз или Соник. Он-то летает круто, да, но Соник двигается невероятно, бегает быстро, как спринтер чернокожий. Негр, в смысле. Вот, то есть, Соник-то у нас типичный негр, а Телз-то, гон, бля, сбалансированный паренёк. Какой же, какой же приятный хвостик-то крутится-крутится, анимация-то мутится. Ужасно приятно. Так. Так. Что далее? Он терпит крушение. Супер нелепо, но сейчас мы знаем, что Телз поступил... И поступит, и поступил как полный лох. Это было достаточно просто. Но сейчас Изумруд будет похищен. Мы эту заставочку уже видели. Возможно, не обязательно смотреть, но... Чисто. Ради возможной вариативности, я продолжаю на это наблюдать. Вот он, хаос. Который поглотит первый Изумруд и станет прекрасным, Можественным... Монстром. Монстром. У-у-у-у. Монстр. Невероятно. Монстр. Ужасно. Да, 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 господин, да, это действительно происходит. Да, понятно, что сила его увеличивает с поглощением каждого Изумруда. Ха-а-а-а-а-усса. Работника... Ну, понятно, сумасшедший ублюдок, Который хочет иметь власть. Власть. Это все их счастье, Ни деньги, нет, они хотят иметь возможность управлять людьми, ублюдки. Что ж они бегут куда-то, не пойми, то есть на месте ножками перебегают, но меня это не очень радует. Так что, Соник, найдем эти изумруды хаоса, да там, того, как это сделает этот лызый черт. Так, подождите секунду, собственно говоря, я точно так же за Соника здесь бегал, и ничего не происходило. Пойду эмблемку найду. Мне кажется, вот это и есть воркшоп нашего, так, подождите секунду, нашего Тейлза, но Соник туда пришел, и ничего не происходило. У-у-у, я взял жетон, как круто. Теперь-то что? Давай заглянем внутрь, посмотрим, кто чем дышит. Тут других дверей нет, то есть на втором этаже только через первый этаж вход. Мы здесь, и... И... отлично. А далее что? Возможно, должна быть какая-нибудь заставочка. Я не знаю, за Соника я точно так же зашел сюда, ведь в прошлый раз победил Эггмана, и, собственно, ничего не происходило. А что должно было? Тут никаких надписей нет. Абсолютно ничего. Непонятно мне сейчас, кого куда и за что. Нужно брать. Ну, очевидно, за жопу. Вот эта штука, вот эта штука на самом деле нам нужна. Виндстоун. Looks like... Выглядит как ключ. Этот ключ должен куда-то подходить. Конечно же, он подходит как раз к тому месту, где аномалия скопилась. Вот туда и нужно идти. Что я не опознал, не распознал сразу же, я не знаю. Вот сюда его нужно поставить. Отлично. Ключ взлетел, ключ опустился, и аномалия как начнула, ну, как прям дрючит и дрючит. Стадия 1, Винд Волли. Экшен стадия. Экшен. Это экшен стадия. После которой, наверное, можно отправиться в первую миссию за Соника или нельзя. Ого! Ого! Блин, 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 блин! Значит, у меня задача найти изумруд до того, как это сделает Соник. Окей. Видимо, видимо, стадию нужно знать заранее, да? Чтобы понимать вообще куда передвигаться. На полоске преследования я занимаю, ну, так прям не первое место, да? Прямо-таки не первое место. Ух ты! Ух ты! Я тоже могу двигаться невероятно быстро. Может быть... Ладно, за... Черт! 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 Я подзавис. Вот че... О, это баг! Я, короче, баг словил. Я не могу двинуться. Вообще не могу двинуться. Сейчас я словил гребаный баг. Так, я вот так вот долблюсь, туда-сюда, туда-сюда, ничего не происходит. Ладно. Я понял принципиальную разницу между Соником и Тейлзом. У меня че, сейчас минус одна жизнь была? Да, была. А вот разница в том, что нужно долбиться. Нужно... Блин, 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 блин. Спокойно. Я первый. Я первый, все нормально. Или не первый. Все хорошо. Нужно быть очень скоростным, очень быстрым. Офигеть, что я сейчас... Я будто бы... Уровень просматриваю. Почему Соник как будто бы опережает меня? Ведь он не может быть так быстр. Я фактически перелетел весь гребаный уровень. Теперь-то куда? Я вообще правильно двигаюсь. Поскольку я не знаю уровень. И сообразить не могу. Верно ли я двигаюсь или нет. Нет, опять эти штуки. Опять эти штуки. Что я сделал? Ничего я не сделал. На самом деле, я не знаю, куда нужно далее отправляться, чтобы идти по сюжету. Ой-ой-ой, я сдох. На самом деле, я сдох. Без понятия, куда нужно двигаться, чтобы идти далее по сюжету. И где этот изумруд нужно найти. До того, как Соник сделает. Соответственно, наверное, мой выбор сейчас это идти... Нет-нет-нет-нет-нет, опять заново. Все жизни растратил. Ну вот как так? Наверное, не нужно было идти в уровень, заранее зная, что он тебе не по плечу, йоу. Йоу. А если я не буду пропускать Соника, то есть изначально буду знать, что Соник бежит где-то за мной, а я не буду его пропускать, то на втором месте я не окажусь. Так. Я почему-то больше, чем уверен, что изумруд находится... Изумруд находится просто в конце. Ты смотри, ты смотри, какой он резкий. Какой Соник-то резкий. Да, он улетел. Ой, он улетел слишком далеко. А действительно, он использует... Он использует ракеты. Он такой классный, господи, Соник. Соник такой классный. Я вот туда сразу хочу. Ага, увидимся позже. Полностью поддерживаю. А ведь же у меня нет никакой карты... То есть я не знаю, как двигаться правильно. Вот эти штуки мне помогают. Даже вон, чекпоинт есть. То есть если бы я упал, а у меня было больше, чем ночь жизни, То все было бы хорошо. Но, к сожалению, так не вышло. Вот тут я уже запутался. Короче, тут я уже запутался. На самом деле, мне неизвестно, куда двигаться, Чтобы пойти вперед. Блин. Это очень печально. О! Куда-то продвинулся. Все-таки куда-то продвинулся. Наверное. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Впереди, да. Да, я лечу впереди. Все хорошо. Но Соник меня преследует. Сразу пытаюсь просматривать уровень. Он идет куда-то сюда. Блин. Блин. Блин, 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 блин. О! Верно. Все, все, я верно двигаюсь. Это так страшно. Так невероятно. И куда? Почему у меня головокружение? Да! Я взял. Я взял Изумруд первым. Оставил ноль жизни. Но взял таких Изумруд первым. Так я и думал, что нужно пройти уровень. Быстрее, чем Соник. Понятно. Класс! Ну просто замечательно. Одни и те же уровни перепроходим заново. Но только теперь с большим внедрением, так сказать, с получением большего экспириенса. А теперь по всем законам, по всем канонам. Куда тебе надо отправиться? Куда тебе нужно отправиться? Может быть, в первый уровень? Как насчет отправиться в первый уровень? Либо необходимо двигаться по сюжету? А что у нас дальше-то по сюжету? Возможно, тут что-то откроется? Нет. Пока мне неизвестно. Пока до меня суть не дошла. Что нужно сделать, чтобы что-то где-то там открылось? И мы искали, не знаю, больше изумрудов. Что-то где-то делали? Ладно, разберусь в следующий раз, когда все гайды прочитаю. А пока что двинусь в самую первую начальную зону. И там, видно, я уже поднадоел с этим уровнем, самым первым. Ну а что поделаешь? Нужно же пройти теперь за Тейлза и собрать тот же самый изумруд из самого первого уровня. Видите, я пытаюсь, стараюсь. А нужно ли проходить, интересно, будет заново. То есть, вот это ты за Соника один раз прошел, второй раз собрал кольца, третий раз на время, допустим. А что у нас с Тейлзом получается? Есть ли у него такие же особенности, что нужно раз за разом проходить? Вот об этом мы сейчас и поговорим, и узнаем. Но то, что матчить одними и теми же... Вернее, одних и тех же боссов разными персонажами. Вот это немножко странно. Это достаточно странное прохождение. Нужно, наверное, нужно все-таки иметь возможность или невозможность пройти сначала полностью за одного, потом за другого. Но ведь такое круто... Нет, нельзя. Смотри, запрещено. Может потому, что ночь все это дело запрещено? Я что-то прямо-таки не уверен. Никакого купания может реально, потому что, типа, смена суток, вся фигня. Конечно, вероятность этого есть, но... Это как-то несправедливо. Тогда что мне придется выйти и воткнуть за Соника ту же самую миссию, которая была пройдена за Тейлза? Да, я, пожалуй, так и сделаю. Все-таки пускай с Тейлзом была некая ознакомительная встреча только что, а я продолжу играть за Соника. Так одна миссия и один босс. Это что, типа, процент... Так, погоди-ка, сколько? Двадцать процент? О, за Тейлзом меньше миссий? Да, меньше миссий. То есть, типа, двадцать процентов уже пройдено. Далее-далее. За Соника, да-далее. Давай-далее. За Соника пойдем в ту же самую аномалию. Воткну зелененький ключ и... Ключ на старт, как говорится. И погнали. Можно уже будет проходить этот уровень нормально, без вмешательства Тейлз. Либо он будет, либо он будет меня напрягать. Сейчас узнаем. Главное, что уровень я уже прознал. Проникся. Атмосфера там очень приятная. Падать могу. Ну зачем? Ну... Ааааа... Какая игра жестокая. На самом деле я не хотел выходить. Она такая жестокая. Такая, дающая тебе пинок под попку. Но, тем не менее, с одним багом уже неприятным столкнулся. Когда на джампер наскочил Тейлзом. И... И... И ничего. И далее ничего не происходило. Остальные персонажи в этом кругу будут доступны, когда... Когда я их встречу. То есть, когда в основном компании персонажа встречу. За него можно будет играть и проходить. И я, конечно же, пройду. Вне зависимости от сложности. Скорее всего, будут затрачены много попыток. Я смогу пройти и откроется дополнительная компания. Там уже будет Супер Соника. Ааа... Зная, как он выглядит по Соник Адвенчер 2, я могу предположить, что он будет золотой. За... Золотого Соника как начнём... Прям... Прям как начнём рубить. Нужно ли здесь вновь эту... Руну брать? Ну конечно... Ну конечно же нужно. Этот дизайн должен точно что-то значить. Он... Так, погоди-ка. Погоди-ка. А куда эта тропинка ведёт? Наверняка ещё более опасные и необъяснимые приключения. Но сейчас я буду миссию 2 долбить. То есть, видите, это не просто прохождение. Это прямо... Прямо вот наслаждение игрой, по большей части. Это не торопливое прохождение с поиском сюжета. Как бы уже... О, она... Смотри-ка. Она автоматически включает. Автоматически открывает. И иду я в стадию 2. Да. У... У Наклза... О, Наклза. До Наклза мы ещё не дошли. У Тейлза это была стадия 1, потому что самая первая зона с Соником ему недоступна. Тут даже не нужно париться. За Соника даже париться не нужно. То есть, моя задача... У них ещё и количество жизней разное. Ха. То есть, у... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. У Соника одно количество жизней, у Тейлза другое. Понятно. Сейчас я не буду переживать абсолютно. Кстати, уровень-то другой. Чё-то уровень-то другой, а? Это... Это противники? Да, это... Ну вот, честно это или нет? Я отскочил от противника и улетел в воду. Ладно, первый раз я упал, потому что ручки не самые прямые в мире. Но второй-то раз отскочил просто так. И ещё почему противники, получается, формируются прямо... За один метр до того, как я до них дойду. Это странно. Как я и говорю, сейчас торопиться не буду. Скорее, исследование. Исследование, вот что важно. Так. Боже. Куда? Куда я улетел? Да как мне вообще было понять, куда я... Вот уже трижды сдох. Хотя у меня было восемь же или четырежды. Что делать? Как это пройти? Я не понимаю. Я в ветряной поток залезаю и ищу дальше. Я не... Может, я не хочу туда? Короче, прыжок нажимать не надо было. Суть в том, что прыжок нажимать нужно, а находясь в ветряных порывах, я жал прыжок, потому что хотел выше, хотел быстрее. Но его жать не надо было. Вот, вот и всё. Вот и всё, что я должен знать о этих ветряных мельницах. Ух ты, темно стало! Опасно! Чёрт возьми! Это чёрный смерч. Ну и теперь что делать? Что-то мне как-то совсем ни хрена не видно. Вообще ничего не видно. Блин, меня засосало внутрь! Опасно! Опасно! И что? Это я сдох? Нет. Отправился в следующую часть уровня. Да всё, всё замечательно у Соника. Всё, тащит! 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 Отлично! Отлично! Я, то есть, чуть не сдох, да? Да, куда-то не туда залез. И, видимо, чуть не помер. Но ничего, двигаюсь до... Вот эта камера, она, конечно, работает безупречно. Всё, чётко по платформе понапрыгал. Чекпоинт. И можно какие-то слишком разнообразные уровни. Я... Я хому по такому не был готов. Хорошо. Ой! Жив! Цел! Прыгаю! Падаю! Блин, а как бы мне не убиться, не разбиться, а? В очередной-то момент. Чё-то... Чё-то ничего не вышло, да? Кажется, мои прыжки не увенчались успехом. Опять тут нужно попрыгать. Так. 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 Куда? Ещё выше! Отлично. Да как это вообще можно контролировать? На самом-то деле я куда-то в небеса отправился, видимо, с господом богом поздороваться и... Типа того. Вот. С этого момента начинался уровень... ...за Тейлза. Ага. Именно отсюда нужно было обгонять Соника. Часи-то противник какой-нибудь разнообразный и прикольный. Ботиночки, которые помогают очень-очень быстро двигаться. А двигаться быстро я, конечно же, не буду. Я скорее тут, знаете, исследовательскими порывами занят. Мне нужно понять, разобраться, вникнуть в суть происходящего. Всё-таки скоростные уровни у нас... О, хорошо сработало! Скоростные... Это что, пуш? Нет, это ракета! Ракета! На ней я улечу отсюда! Куда-то в лучший мир! Так вот, скоростные уровни пускай лучше остаются у Тейлза. А Соник будет чисто по платформинговой части периодически попрыгивать туда-сюда и в ветряных потоках-то наваливать. Круто наваливать, естественно. Бам! Немножко... Немножко бессмертия... Ну, немножко щита, на самом деле, это никакое не бессмертие. Ни разу опять отправились... Да, если бы я изначально вот это играл, я бы понимал, мне проще было бы гораздо справиться с Тейлзом. А наверняка далее будут те же самые мостики, но без перил, где можно слететь с платформы и умереть, так сказать, об стену. Кстати, шесть жизней, да, из восьми изначально. Ну, потерял парочку. Чё уж тут. Улетел туда, улетел сюда, вверх ногами, бегу. На самом деле, сейчас у меня в глазах немножко троится, но ничего, для скоростного Соника это абсолютно не страшно. Тут я увидел десять колец и первый изумруд. Ну что ж, Тейлз, мы добились с тобой определенных успехов. Мы взяли первый изумруд. Добыли его. Теперь давай попробуем пройти этот уровень на время. У-у-у-у, я еще первый. Нет-нет, не на время. Что там нужно? Быстрее, быстрее Тейлза пройти, да? Вроде бы быстрее, либо на время, или быстрее. В общем, самый первый уровень я третий раз не прошел. Только второй раз. Давай и этот попробую второй раз пройти, а здесь выбора нет. Подожди-ка, секунду. А как так? А если я хочу, например, переиграть чисто ради удовольствия, мне не надо сделать, то есть тебе задачу какую поставили, такую и выполняй. Собери пятьдесят колец и разрушь капсулу. Ну, понятно. Понятно, на скорости я пока еще не готов проходить. Но пятьдесят колец-то, это что значит? Это значит, тебе до конца уровня нужно пятьдесят колец доставить. Вот и все, что это значит. Капсула-то в любом случае в самом конце будет. Но после того, как я первый раз уровень посмотрел, какие проблемы, а, Соник? Вообще никаких. Бам! Вот тебе и практически пятьдесят колец есть. Бам! Еще одна жизнь. Конечно, это очень круто. Главное, чтобы на противника никакого не налетел, не попал. Понимаете, после того, как первый раз прошел, исследовал тебе, что гораздо дальше легче. Поэтому, Йоу, не нужно особо строго судить. Когда ты, значит, первый раз, всегда случается какая-то штука. Тут что, походу чекпоинтов нет. Да, кажется, здесь нет, нет, есть, есть чекпоинт. Все хорошо. Но мне ж не нужно подыхать в этом-то как бы. И смысл, что мне не нужно подыхать. Ага, подлетел. Тут чекпоинта нет. Опять прямо, Господу Богу, отправился. Ну вот как этот уровень можно за две минуты пройти? Видимо, непросто. Видимо, очень непросто. А что сейчас делаешь? Ну ничего, Соня, беги ты к финишу. И все будет нормально. Ты уже собрал нужное количество колец, даже больше. Сверх нужного количества колец. Я сейчас жизни к изначальному знаменателю привел. У меня их было восемь, пару штук. Даже не пару, пару-тройку штук потратил. Теперь опять у меня все замечательно, все великолепно. И я двигаюсь к окончанию этого этапа. Может быть мне еще больше ускорения нужно в кровь-то запустить внутривенно? Уж не знаю, не опасно ли это будет для моего здоровья. Для Сониковского, конечно же, не для моего мира. Блин, это противники, они могут тебя нагнуть. Это не очень положительно скажется в конце концов. Блин, очередной ветряной поток. Я прям шагаю по нему очень уверенно. Знаете ли, очень... Блин, 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 блин. О, нет, 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 нет. Соник, 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 Соник. Я что-то попал в какую-то супер неприятную ситуацию. Вообще уже не секу, куда нужно идти. Но вроде сюда. Да, отправляюсь далее. Что-то затупил на какой-то момент времени. Не критично и не страшно. Другое, что будет прохождение, видимо, затянутым, если я буду так на все уровни отвлекаться. И нужно ли их реально все проходить, то есть, на время, на собирание колец. Зависит ли многократное прохождение от открываемости финальной стадии или что-то вообще, для чего-то что-то нужно было сделать. В Соник Адвенчер 2 нужно остальные там миссии на жетоны проходить, чтобы была бонусная стадия или что там такого. Нужно. Вот она у нас капсула. И есть. 3 минуты 20 секунд я на это дело потратил. И-е-е-е, круто. Да-а-а. А-та-да-а. Я все-таки считаю, что есть левел С, левел Б и левел А. И это никак не связано с рангом, на который я прохожу. Ни на какой ранг я не прохожу. Все-таки я теперь абсолютно уверен, что есть 3 стула. Вот 2 из них я уже прошел. А 3 на время. Сейчас я вновь зайду в эту стадию, но не для того, чтобы ее пройти, потому что это будет очень, знаете ли, сложно. Зайду посмотреть, сколько нужно времени. Вот я затратил 3 минуты 20 секунд, тупил немножко. То есть их можно было бы сократить до 3 минут. Я думаю, до 3 минут можно было бы очень, очень, очень постараться. И вот... Да, за 3 минуты. Так может быть сейчас это сделать? Кто же мне мешает это сделать сейчас? Верно? Так, а вот я даже не знаю, как быстрее, так как я проходил первые 2 раза. Или то, как это было сейчас. За 3 минуты вообще, в принципе, там... Можно, наверное, если я не буду тупить. Да, как это происходит. Как это обычно происходит. Ну вот сейчас, например, куда-то тут, наувы, наступаю. А? Происходит же? Ну и что? Ну и что такого, что происходит? Да блин, я улечу когда-нибудь отсюда или нет? Да, похоже, слишком, слишком много времени затрачивают мои нелепые попытки. То есть нужно как-то, как-то поорещи все-таки. Поорещи по... Да боже ты мой! По напористей что ли быть, Соник, а? Ну как? Сколько раз я должен здесь прыгать, чтобы показалась истина? Куда? Куда? Куда, Соник? Куда? Господи! В небеса! Прямо в небеса! Уже минута за спиной! Отлично! Отлично! Наверное! Не знаю, мне бы ботиночки подобрать, чтобы тут с большей скоростью бежать. Спрыгнуть-то коктейлс я не могу сразу на полу уровня. Вот эта подгрузка, конечно, она немножко меня раздражает, но... Что я с этим могу сделать? Да, абсолютно ничего. А хорошая ракета, первая ракета пошла. Вторая пошла, хотя бы вместе с ней Соник улетел. Так, уже больше, кстати, половины времени за спиной. А больше ли половины уровня пройдено, вот это пока еще не ясно. По ветреному потоку я двигаюсь. Так, вот тут где-то затуп был у меня, да? И кажется, он сейчас тоже активен. Кажется, сейчас он тоже активен. Затуп-то. Ой-ой-ой, ох, затупил. Ох, затупил. Ну, бывает, да? Ох, бывает. А может мне сразу вниз надо прыгнуть? Да это что-то не вышло, сразу вниз прыгнуть. Поэтому пошел я на небольшом ускорении. 2 минуты 28. То есть полминуты осталось, полминуты до конца. Опять был такой момент, где я тупанул. Тупанул и какое-то время потратил зря. Вот-вот-вот-вот-вот в небеса практически улетел. Ой. Ой, как голова-то кружится. Ой, голова моя. Ой, ветряные потоки. Ой, божечки мои. Как это было непросто. Но за 3 минуты я справился. Ееееее. Ееее. Левел А пройден. Седьмая эмблема. Теперь все-таки хотелось бы зайти еще раз. И что мне игра скажет? Типа, йоу, ты прошел эти уровни. Уже трижды? Иди, возвращайся. Да когда я по сюжету? Когда ж я? Когда ж? Когда же я по сюжету? Я буду двигаться? Не знаю. Ох, не знаю, не знаю. Теперь, на самом деле, сейчас мне хочется пройти самый первый уровень. Но походу, походу мы этого не увидим сейчас. Посмотрю после прохождения стадии А, Б, С, что будет. И будет ли что-то? Может выбор? Нет, вряд ли. Ха, ха, все. Видите, задачи кончились. Задачи кончились. Нет, наверное, их нужно проходить. Все три. И А, и Б, и С. Но дабы количество видосиков не превысило 50 по первой игре. Ну, я так понимаю, чисто на вскидку. Я, наверное, миссии А и Б буду проходить на стримах. Либо еще как-то. То есть не на видосике. Либо, либо, если вы хотите, если желание есть у вас смотреть на мои нелепые попытки, то я буду проходить миссии и А, и Б на видосик. То есть С, это стандартная миссия сюжетная. Потом Б, это собери кольца, заверши уровень. И А, это на время. То есть прохождение на время очень сложное. На самом деле, будет далее, я думаю. Так вот, обязательно пишите в комментариях, как бы вы хотели, чтобы я проходил. То есть только на видосике, только сюжет. Либо прохождение также уровней Б и А. То есть, как я и упомянул. Но тогда количество будет, так как бы, так сказать, немаленькое. Плюс мои страдания и все такое. Все, чуваки, на этом. Все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.